Привет! Меня зовут Тамара. Пришла к вам с приветом, рассказать, что солнце стало. Милые мои подписчики, в конце видео я покажу, светится ли светильник из нового изолона Барби. Мы его зажжем, все будет по-честному. Но прежде чем мы это сделаем, я хочу немножко ответить вам на те вопросы, которые мне очень часто задают. Те люди, которые только вступают в мир декора, те, которые, может быть, первый раз меня видят. И дам сейчас ту информацию, которую точно знают те, кто приезжал к нам в Москву на интенсив по ростовым цветам и светильникам. Они знают эту историю. Очень многие меня спрашивают, как вообще родилась история светильника из изолона, кто его сделал первым в мире, и вообще откуда такая шальная и невероятная идея. Я вам расскажу. Помимо того, что я расскажу, вы можете посмотреть, убедиться в правдивости моих слов. У меня есть инстаграм мастера букета, мастер букета. В общем, не суть. Этот инстаграм, он цветочный. То есть тогда еще когда-то я ввела этот цветочный инстаграм. Сейчас я уже немножко другой инстаграм веду. Но об этом тоже потом и точно не в этом видео. Девочки, мальчики, первый светильник из изолона в этом мире зажегся. Я подготовилась, без бумажки мы сами знаете, кто. Первый светильник из изолона в мире зажегся 18 июля 2017 года. И продался один светильник. Просто зажгли мы их три светильника потолочные розы и шесть бра. Первый свой светильник один я продала за 2850 рублей. Их было три и плюс были по 1850 бра. Шесть бра. В общем, откуда вообще родился этот проект, откуда взялась эта шальная идея. Обратилась ко мне дама, владелица ресторана. И попросила на секундочку 10 июля 2017 года. Приходит ко мне владелец ресторана и говорит, что 22 июля у нее там свадьба. И надо там причепурить это помещение. Мы договариваемся о встрече. Я еду на место. И мы, в принципе, оговариваем декор. Все хорошо. И тут я смотрю на эти лампы. Печальные лампы. Там были какие-то корзиночки и лампочка Ильича. И я себе представила, завуализировала, что я привезу сюда эти белые розы, эти стойки. И вот этот потолок этот, он просто капец. И я говорю, может быть, мы что-то на потолок еще сделаем, да, вот пару розочек. И мне хозяюшка говорит ресторану, да, давайте, говорит, сделаем. А еще, говорит, давайте их засветим, чтобы они горели. Я сказала, давайте. Мы приняли заказ. Я взяла предоплату. Пожали руки друг к другу. И я поехала домой делать светильники из изолона. Я перерыла весь интернет. Думаю, господи, что такое? Неужели никто не делал? Как быть? И первый свой светильник из изолона я сделала на кашпо от Орхидеи. То есть я его не продала. Нет, что вы. Я же, прежде чем продать, я это делаю, фотографирую, показываю клиенту. Он утверждает это, либо не утверждает. И мы идем дальше. Так вот, я начала делать первый свой светильник из изолона на прозрачном кашпо от Орхидеи. Нашла этот патрон отдельно, сделала в нем дырку в этом кашпо. Вставила туда этот патрон, лампочку, в общем, все, зажгла. И говорит мне мой супруг, слушай, Томочка, ну а не проще вообще купить готовый плафон? Нужно тебе формы, нужного диаметра, и его отдекорировать. Спасибо моему супругу за идею. Спасибо клиенту за идею, которую я просто воплотила в жизнь. Я поехала в Икеа, выбрала нужный мне плафон. И 22 июля 2017 года мы сделали первый монтаж светильников из изолона и бра в ресторане. Это, конечно, был фурор. Я вам скажу, когда я делала эти светильники, я даже предположить себе не могла, какую новую волну, новое веяние мы даем миру. Я просто выполнила заказ, я просто была довольна, я продала за хорошую цену эти светильники. И вы посмотрите, до чего дошел прогресс, что только они делают в виде светильников, какие только цветы невероятной красоты не делают. Это, конечно, спасибо тем, кто поверил в эту новую волну. Потому что я вам могу сказать, что в очень многих группах я публиковалась. И это мои светильники, некоторые делали светильники из гофре. Я негативно отзывалась, потому что гофре на солнце выгорает, а в светильниках это тем более будет выгорать. То есть я отстаивала свое мнение, я комментировала эти светильники, меня бросали камнями, блокировали даже некоторые. Более того, вам могу сказать, что гофре это небезопасно, светильников, и я это доказывала. В общем, не суть, девочки, мальчики, к чему мы пришли. Мы открыли новую волну в мире декора, в мире вообще, то есть не в России. Наши светильники загораются везде, и они невероятной красоты. Я благодарна клиенту, который дал мне эту идею, и я ее не испугалась. Я пошла ее обдумывать, я пошла ее решать. Я к тому, что когда вас клиент просит что-то невероятное из области фантастики, хватайтесь за эту идею. Эта идея может привести вас к чему-то невероятному и неизведанному вообще в мире. Это может быть что-то новое, интересное, и его подхватят. Поэтому немножко об истории еще. Первый торшер я не стала останавливаться. У меня светочные магазины были, у меня, естественно, я наделала этих светильников в магазин. Потом я перешла на торшеры. Первый свой торшер я сделала 28 июля 2017 года. Вы можете это все проверить в моих публикациях в Инстаграме. Мастер букета. Прям ленту листайте, вы увидите. Там, конечно, много цветов всякого, ну, да, оформление свадеб с живыми цветами. Но там вы можете найти в этих публикациях. То есть первый торшер я сделала 28 июля. И сделала его на заказ. Клиент попросил без листвы, а там есть видео в Инстаграме, где я спрашиваю, как бы вы купили с листвой, без листвы. Вы представляете, то есть я даже уже тогда просила каких-то советов, да, как лучше было бы этот свой торшер первый я продала за 5850 рублей. И, конечно же, свой первый МК, потому что меня просто забросали девочки, рукодельницы, которые все-таки приняли это новое веяние, эту новую волну. Они забросали меня вопросами, как вы это делали. Расскажите, покажите. И я первый свой МК-светильник роза потолочная сняла 31 июля 2017 года. Там же в Инстаграме вы можете увидеть доказательства того, что я сейчас говорю. Это моя история. Да, там прям есть анонс МК. И это подхватили. Это так классно. И первый настольный светильник тут же. Клиент пришел, сказал, мне, да, с бусинками. В общем, там тоже есть это видео в Инстаграме. Это так смешно. Я прям сегодня ностальгировала вообще, как это все было. Первый настольный светильник я продала за 1859 рублей 31 июля 2017 года. А 15 октября 2017 года я приняла первый свой крупный проект со светильниками. Пять ранункулусов и пионы. И это тоже все есть в Инстаграме. В общем, что я вам могу сказать? Я желаю вам идти туда, где страшно. Я желаю вам идти туда, где еще никто не топтал дорожки. Туда, где непонятно, что вас ждет. Потому что именно там вы можете встретить что-то интересное, что-то новое. Не бойтесь нового. И будьте добрыми. Любите друг друга. Ну что? Я вам могу сказать по новым теперь цветам. Ой, а ностальгия у меня прям так. Ух, какие были времена, боже мой. А сейчас, ух, остановиться некогда. Я вам могу сказать, что буквально в понедельник нам пришел новый изолон Фуксия и Барби. И, конечно же, я не удержалась. Я махом нарезала выкройки из листочков. Быстренько изолончик попросила, чтобы мне Ирочка нарезала. Потому что мне тоже некогда было. И сегодня за 30 минут из трех метров изолона я заварганила вот такой цветок. Это светильник. У меня был светильник. У меня они есть. Я вам могу сказать, это изолон Барби. Он классный. То есть цветы из него будут невероятные. Потому что цвет у него просто бомбический. Ну, к сожалению, камера не передает всего цвет. Ну, вот нет четкой цветопередачи. Но он вкусный. Я очень благодарна заводу-производителю за то, что он дает нам возможности. В частности, мне. Все знают, что я люблю очень белый цвет. У меня все светильники. Кстати, висит светильник мой вверху. Пиончик. И он висит на магните. Но об этом я потом сниму видео. То есть все хорошо. И, конечно же, спасибо заводу. Спасибо вам за то, что вы не остановились на красно-белом и черном. Что вы ищете какие-то решения новые для нас. Идете туда, где неизвестно. Мешаете эти краски. Работаете с технологами. Мне кажется, к моим словам присоединятся все девочки-рукодельницы. Мы всей большой семьей цветов и светильников скажем заводу огромное спасибо. Огромная вам благодарность. Всем сотрудникам, которые участвуют в процессе создавания новых цветов. Это невероятно. Я имею в виду цветовой гаммы изолона. Спасибо вам огромное. Искренне идем зажигать Барби. Не пугайтесь. Время просто 3 часа дня. И единственное место, где нет света, это кладовка. Ну что, зажжем нашу Барби. Вот так она светится. Девочки, конечно же, того света, который дает все-таки белый изолон, нет. Да? Это хороший полноценный ночник. Ну вот, показываю вам свою кладовку, где просто трэш. Да, коробки лежат. И достаточно хорошо освечивает комнату. Ну, полноценный светильник, полноценный ночник вполне. Так что спасибо вам, Ижевский завод, за то, что делаете новые оттенки цветов, которые подходят нам для наших светильников. С любовью, Тамара. Ваш мастер букета.